Всем огромный привет! Я вчера начала разбирать свою обувь, менять летнюю на зимнюю и убирать что-то более легкое, в общем доставать все-все-все и перебирать. И затем меня это как-то занесло в такое русло, что я подумала, нужно вообще посмотреть, что у меня хранится на протяжении нескольких лет уже. И я откопала обувь, которую я не ношу уже лет 8-9, это точно. И я сняла пару сториз, показала вам, что я откопала, какой раритет, какие вообще экземпляры у меня еще хранятся. И кто-то мне написал, Вика, покажи свой разбор обуви. И я подумала, почему бы и нет, почему бы не снять такое видео, поскольку ваша отдача была настолько классна именно в сториз, в инстаграм. Что я подумала, наверное, я также засниму здесь несколько кадров то, что у меня есть. Хочу сейчас показать вам обувь, которая у меня хранится, как я уже сказала, годами и от которой я наконец-то хочу избавиться. И сейчас я вам покажу, конечно же, не только ту обувь, которая у меня хранится 8-9 лет, но и более свеженькую, так скажем, но которую я уже не ношу, которую я не обувала уже примерно 2 сезона. И если я знаю, что я это не носила уже 2 сезона, то в следующих сезонах я это точно не буду обувать и носить, поэтому я от этого избавляюсь. За исключением одной пары, которую я вам покажу. Мне кажется, они просто вне времени, и я вот их сейчас достала и опять люблю, хотя не носила их пару сезонов. Итак, вот вы видите скопление всего-всего, что я сейчас здесь достала. Кстати, здесь также еще имеются 3 пары Сашиной обуви, которую он уже не носит. 3 пары Сашина, это шлепки и еще вот эти вот кроссовки, и плюс еще одни туфли, которые уже так же давным-давно пылятся, и которые совсем не актуальны. Вот, остальное мое, но как я уже сказала, в мое оправдание здесь несколько лет примерно обуви, примерно 8-9 лет точно. Я отсортировала обувь, которую я точно буду носить, и здесь у меня обувь как летняя, так уже и зимняя, то есть я до минимума сократила, вот здесь у меня все летнее, вот в этой большой коробке. Также у меня это туфли-лодочки, здесь у меня уже хранятся ботильоны и такие более осенние виды обуви, скажем так. Затем лоферы, вот такие туфли Оксфорды, и кстати, как раз говоря о них, они у меня, по-моему, еще с 15-го года, да, им уже 4 года, но я их все еще люблю, хотя я не носила их пару лет, наверное, уже, но я их сейчас достала, и что-то так они мне вспомнились и нравятся. Они до сих пор, в принципе, актуальны, у них, знаете, такая модель вне времени, как мне кажется, очень-очень классно смотрятся, с брюками, например, в клетку или даже с джинсами просто, в общем, очень круто выглядят. Ну и, конечно же, кроссовки, но они у меня стоят там в прихожей, можно сказать, поскольку у нас очень-очень мало места, мне приходится хранить обувь вот именно здесь, но как бы она у меня тут стоит в уголочке, так сказать, никому не мешает, никого не смущает, в принципе. Ну и давайте же приступим к разбору, я вам буду не все показывать, плюс здесь еще, по-моему, парочку пустых коробок, но, тем не менее, хочу вам показать то, что я отсортировала, кое-какие экземпляры, и да, поехали. Итак, я надеюсь, что меня нормально слышно и меня нормально видно здесь, в общем, сижу я здесь в коробках, и знаете, что я вам хочу первым делом показать? Это те туфли, которые, как мне показалось, имелись или имеются до сих пор у очень-очень многих. Я показала их вам уже в сторис, и очень-очень много девочек мне написали, что я тоже на таких ходила, у меня тоже такие были, или у кого-то они до сих пор лежат пылятся, и что с ними сейчас делать, и жалко выбросить, и никому не отдать. Хотя некоторые писали, что они их продают, и некоторые до сих пор их покупают, в некоторых случаях были даже стриптизерши, которые покупали такие туфли. Я сейчас вам покажу, кстати, это туфли у меня от Buffalo, и боже мой, как же они мне нравились, как я хотела их приобрести на тот момент. Они у меня здесь еще упакованы в пакетики, и прям вообще все классно. Вы посмотрите на вот такой вот экземплярчик. Это просто бомба, скажите же, просто нечто. Я помню эти копытца, по-моему, все девушки ходили в таких туфлях, на таких высоченных каблуках. Сейчас, мне кажется, мы просто бы ноги в них переломали, или большинство из нас, потому что я не знаю, как я ходила на таких каблуках, но я в них щеголяла. Они мне так нравились, они круто выглядели вообще, как мне казалось. Скажите мне обязательно, у кого были тоже такие туфли, или подобные, ну, в общем, такого вот плана, или у кого они до сих пор имеются. Обязательно пишите мне об этом в комментариях. Следующий экземпляр у меня также мало, чем отличается от предыдущих, это туфли Стив Мэдден. Я вообще, я помню, писилась кипятком, когда я их себе приобрела, потому что они стоили достаточно дорого. На тот момент я не могла себе позволить каждый сезон какую-то новую пару, может быть. Они стоили дорого, но я их приобрела по скидке. Они мне обошлись, по-моему, только лишь в 30 евро, и я просто была без ума. Шипы! Вы помните, как модные были шипы именно на туфлях? Затем уже всякие масс-мартовские магазины начали делать что-то вот подобное. Это, например, Стив Мэдден, но я вам сейчас покажу еще один более дешевый вариант, но который мне очень-очень нравился. Я должна сказать, что вот эти туфли я ни разу не обула, и они у меня просто так пролежали. Я вот их купила просто потому, что на тот момент я была одержима такими туфлями, я так их хотела, и мне было уже неважно, подойдут они мне толком или не подойдут. Они мне подошли, конечно же, но я все равно у меня не было за тем случая их куда-то обуть, потому что они настолько неудобные. Они у меня просто стояли дома, я их всегда примеряла с какими-то аутфитами, но в конце концов всегда обувала другую обувь. Вот что значит нерациональный подход к покупке или покупка, не сделанная с умом. И сейчас я вам покажу еще один экземплярчик, очень похожий. Мне очень много девочек написало в инстаграме, что у них тоже были такие с шипами. И это вот эти. Девочки, кто за мной следит почти с самого начала открытия моего канала, тот видел их в моих покупках. Это было так давно и неправда, что вообще мне даже как-то не верится, что они у меня имеются все это время, все ведение моего канала. Но я должна сказать, вот эти туфли я просто обожала, я их обувала. Они у меня, кстати, от бренда Nelly, скандинавский бренд, он до сих пор имеется, он, конечно же, там уже совсем другие вещи продаются. Я заказывала их онлайн. И вот здесь вот, кстати, у меня еще выпал один камушек. Да, камушки отпадали. Но я их обувала с одним аутфитом на девичник. Мы поехали на дискотеку. Я помню, я так отдавила там себе палец. У меня почернел ноготь. И он у меня потом отрастал практически год даже. Я сказала в инстаграме пару месяцев. Но нет, я вспомнила. И я очень долго мучилась за тем, с таким синим пальцем, синим ногтем. С тех пор у меня очень склонны к пальце, к тому, что они могут отдавиться. Сейчас, слава богу, это уже как бы не так. Плюс я не ношу такую обувь, конечно же. Как говорится, молодость. Хотя я бы не сказала, что я теперь старая женщина, которая не обращает внимания на какие-то тренды. Но да, было дело. Это у меня просто пустая коробка. Да, зачем спрашиваться? Тоже я не знаю. Еще хотела вам показать обувь из магазина Daichmann. В Германии он точно есть. Я не знаю, где этот магазин еще, может быть, имеется. Покупала давненько, по-моему, тоже в 15-м году. Года, да, 4 назад. Вот такие ботильоны. Посмотрите тоже. Ну, смотрелись они супер, я должна сказать. Со skinny jeans. И смотрите, какая подошва. Леопард в моде. У них здесь еще вот такая вот блестящая платформа. Это тоже был писк просто моды. И да, смотрелось, конечно же, очень-очень круто. Но да, зачем спрашиваться? Они у меня до сих пор лежат. Никто не знает. Может быть, просто потому, что я их куда-то убрала в далекий угол. И я про них совсем забыла. А тут я начала разгребать. И думаю, нужно посмотреть, что у меня вообще имеется. И я считаю, что когда вы избавляетесь от вот этого вот всего, знаете, у вас как бы на душе легче становится. Я понимаю, что от некоторых вещей очень-очень тяжело избавиться. Особенно, если они у вас хранятся годами. И вы знаете, что вы их не наденете точно. Но у вас вот какие-то, знаете, воспоминания, связанные с этой вещью или с этой обувью. Но держаться за такой хлам, я бы сказала, это как бы не по мне. Конечно же, каждый должен решать за себя. Но мне кажется, в таких случаях лучше от этого избавляться и освобождать всю свою душу. И вот знаете, как вот эту вот какую-то энергетику убирать, чтобы было место для новых сил, для новых мыслей. Вот может быть, звучит даже как-то странно. Конечно, я не говорю о таких вещах, как, например, знаете, вам что-то досталось по наследству от бабушки. Или там что-то вам подарила мама, что передается по наследству из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение. Это уже совсем другое. Но когда вы купили какую-то вещь 10 лет назад, и вы до сих пор ее храните, не знаете зачем. И вы точно знаете, что вы не отдадите ее вашему потомству. Что это просто вот она лежит и занимает место. И такой пылесборник, то я считаю, что здесь лучше от этого освободиться. Таких вещей у меня у самой немало. Поэтому я также планирую разобрать свой шкаф. И также у меня в подвале стоят коробки и пакеты, мешки с вещами, которые я знаю, что я уже не буду одевать. Если вам, кстати, интересно, то я могу снять также видео о разборе моего гардероба. О разборе моего гардеробного шкафа. Так что, если интересно, пишите или проголосуйте за это видео пальчиком вверх. Давайте так. Если это видео наберет 5000 пальчиков вверх, то мы снимем разбор в гардеробе. Если вам по душе. Буду ждать 5000 пальчиков вверх. Надеюсь, я не сильно загнула эту цифру. Но, тем не менее, я думаю, тогда вы покажете этим свой интерес. Чтобы не писать каждый раз свои комментарии. Я знаю, что не каждый пишет комментарии. Поэтому лучше проголосуйте за это видео. И тогда всем будет ясно все. Ах, да. Еще я нашла ботильоны, которые я покупала, наверное, года 4 назад. И это вот такие ботильоны из Zara. Они, кстати, очень круто смотрятся. Очень красивые. Колодка у них не совсем удобная. Я должна сказать. Плюс они такие, знаете, холодные. Они не греют ногу точно. То есть, это вот прям вообще такой дермантинчик, который здесь. Очень тонкий материал. И поэтому, даже когда дует ветер, вам холодно в этих ботильонах. Но они, знаете, подходят на такую более теплую осень, например. Или теплую весну. Очень красивые. Но я сейчас уже не ношу такие. Тут еще вот такая вот шнуровочка имеется. Я не знаю, видно вам здесь или нет. Кстати, девочки, если вдруг вы хотите приобрести какую-то пару обуви, которые я вам сегодня показываю. Мало ли, может быть, для чего-то, кому-нибудь вдруг. То я могу вам продать эту обувь вообще за копейки. Но буду продавать только здесь по Германии. То есть, девочки из Германии, кого это интересует, напишите мне в инстаграме, в директ обязательно. И там мы с вами можем договориться. Далее у меня обувь из сайта Public Desire, которую я уже не буду обувать. И это вот такие вот ботфорты, чулки. Помните? Помните у меня их? Я их до сих пор люблю и до сих пор обожаю. Они довольно круто смотрятся, довольно секси. Но я их уже не ношу. И я знаю, что я их не буду больше обувать. Поэтому я от них также избавляюсь. Вот это вот, кстати, резинка. Я их обувала на какой-то Новый год с очень красивым блестящим платьем. Было очень красиво, как по мне. Но я знаю, что я их сейчас носить уже больше не буду. У них заостренный такой носик. Вот такой вот толстенький каблук. В принципе, устойчивый. И они довольно удобные. В принципе, мне очень нравится до сих пор. Но, как я уже сказала, я не хочу такое огромное скопление обуви, которую я знаю, что я точно носить уже не буду. И да, если вам вдруг интересно, то также пишите мне в инстаграме в директ. Если же нет, то я от этого как-нибудь также избавлюсь. Или отдам... Знаете, у нас есть такие контейнеры, куда можно забрасывать одежду и обувь. То есть, без проблем у меня от этого как-то избавиться, потому что это все равно пойдет на чьи-то нужды. Если интересно, то пишите. У меня, кстати, 40-й размер. 40-41 в зависимости от обуви, какая она по своей форме, маломерит или большомерит. В общем, примерно так. Еще одна пара обуви у меня от Public Desire, которую я ни разу не обула, если честно. Но она очень-очень клевая. Смотрите. Выглядит она, конечно, круто. Но она такая секси-шмекси, конечно. Плюс вот здесь вот мыс, открытый носочек. Сейчас не совсем актуальна такая модель, поэтому я знаю точно, что я не буду их носить. У нее колодка не очень удобная, вот у этой модели. Я заказывала их еще в начале 17-го года или в конце 16-го года, я уже не помню. А потом в 17-м году я узнала, что я в положении с Вероникой. И с тех пор я их так даже ни разу и не обула. Да, ну, например, с джинсами. Я помню на тот момент я их мерила с джинсами скини или с рванными джинсами. Это так смотрелось классно. Но нет, носить я их, конечно же, больше не буду. Вот такие вот. Но хотя сетка, вот такая вот сетка, сейчас опять актуальна. Просто модель обуви должна быть немножко другой. Кстати, девочки, хочу вам показать очень классную пару обуви, от которой я также избавляюсь. Но в данном случае я должна сказать, что у меня есть такая пара обуви, которая мне подходит. Как вы знаете, я сотрудничаю с магазином Naked. И этот магазин не рассылает в пределы России. Что очень-очень жаль, потому что у них довольно классные вещи. И они мне прислали бадфорты в прошлом году от Mango. То есть на их сайте вы можете приобрести не только их бренд, но и другие также бренды. В том числе они продают и Mango. И я у них заказывала бадфорты Mango в прошлом году. Если вы смотрели и следите за мной в инстаграме точно, то вы их видели. И это бадфорты, которые очень... Смотрите, они у меня еще даже здесь в пакетиках. Здесь даже еще вирочка здесь висит. И это вот такие вот бадфорты, которые идут выше колена, соответственно. И они вот такие двухсторонние. С одной стороны это... Я вот правда не помню, то ли это была натуральная кожа, то ли кожзам. И у них вот такой вот невысокий, плоский вот такой вот каблучок. У них вот такой вот мыс. Смотрится очень-очень круто. Но это мне пришел 41 размер. Я заказывала 40-й, а мне пришли две пары обуви. 40-й и 41-й. В общем, так у меня и остались эти бадфорты. Если кому интересно, то также пишите мне. У меня здесь прям аукцион какой-то проходит. Но действительно, когда я сказала в инстаграме, что я от этого буду избавляться, мне сказали, девочки, продавай, может быть, кому-нибудь это будет надо и нужно. Поэтому я спрашиваю вас. Если же я не получу никаких ответов, то я, конечно же, от этого как-то избавлюсь. Но вот эта вот новая обувь, неношеная, как я уже вам показала, она еще со всякими бирочками. И вот в коробке оригинальной, да, вот здесь вот все как есть. Правда, она у меня здесь немножко помялась. Но сама обувь в отличном качестве и в отличной форме. Поэтому пишите мне, может быть, мы с вами договоримся о цене. Конечно же, я здесь не буду сбрасывать прям огромную цену, но тем не менее, я бы их продала за меньше, чем они продавались. Также у меня еще здесь очень-очень давнишние туфли Pumps, которые я заказывала на сайте Asos. Я их заказывала, наверное, в году так, 13-м. И это вот такие вот серебристые туфли. Посмотрите, какие они красивые. Я их обувала всего лишь пару раз, наверное. Это у меня седьмой размер, да, вот этот вот британский размер, и я в них сильно не разбираюсь. Но, по-моему, это был сороковой размер по-европейски, если. И это вот такие вот красивые туфли. Конечно, я их сейчас уже не ношу, плюс они мне стали маловатыми. Я не знаю, насколько правдив тот факт, что после беременности, после рождения детей, нога и ступня становятся больше, но у меня так действительно получилось. Вот эти вот туфли, они мне и так уже жали немножко, а сейчас так вообще я в них не влезаю просто. Да, но был это, по-моему, сороковой, или, может быть, даже 39-й размер. В общем, да, вот такие вот туфли, которые не ношу, и убираю их также. Это, опять же, пустая коробка. Вы видите, все меньше и меньше у меня здесь коробок. И здесь у меня еще одни ботфорты от Public Desire. Их я также носить уже не буду, но я помню, они вам безумно нравились, когда вы у меня видели их на фотографиях каких-то в Инстаграме, или если я их показывала здесь на Ютюбе в каких-то образах. Это также не натуральная кожа, она сделана под замшу, но как бы это просто тряпочка. Вот такой вот устойчивый толстый каблук, в принципе, удобная колодка, я должна сказать. Единственный момент, когда я его носила, то вот здесь вот сверху вот эти вот швы, если я обувала, например, эти ботфорты с колготками какими-нибудь, то они мне, знаете, затирали колготки, не очень хорошо обработанные швы, и они мне как бы шоркали по колготкам, что там у меня появлялись такие небольшие затяжечки, какие-то катышки, и на капроновых колготках это, конечно же, сразу видно и заметно, что там такие вот шероховатости какие-то. Сами каблуки довольно клевые, хранила их пару годков, они у меня с 16-го года, по-моему, но теперь пора от них точно избавиться. А вот эти вот, помните, тоже были достаточно актуальны, также с 16-го года. Вот такой вот красивый блестящий каблучок, да, но также пора им сказать bye-bye, носить я больше не буду. Ах да, от чего я еще избавляюсь, так это вот от вот этих вот Оксфордов. Смотрите, тоже какие клевые, но я тоже знаю, что носить я их больше не буду, я их не обувала уже пару сезонов, и они уже не актуальны, поэтому придется от них избавиться, хотя на тот момент, когда я их приобрела, это у меня Оксфорды из Zara, на тот момент, когда я их приобрела, я их безумно любила и очень любила в них наряжаться, смотрелась тоже всегда очень-очень красиво. А вот эти шлепки у меня появились не так давно, в принципе, но я их уже не ношу, и думаю, носить не буду, и не считаю нужным их хранить у себя, это Steve Madden. Я их носила, да, вот видно по подошве, но буду от них избавляться, поскольку их я уже не обую, и не считаю нужным их хранить. Думаю, в следующем году тоже их не буду больше обувать. Еще одна пара обуви, которая у меня имеется уже не первый год, наверное, также с 2014 года, если мне не изменяет память. Это вот такие вот ботильоны на высоком каблуке с острым носом. Кстати, сейчас, по-моему, опять все то же самое. Правда, модели немножко, или вот здесь обработка немножко другая, но тем не менее, да, у них здесь пришит такая как бы часть молнии, если можно так сказать, вот так вот они выглядят. Я помню, они мне были немножко большеваты, это 40 размер, но они какие-то большемерки, и я их обувала всего лишь один или два раза с шерстяным носком зимой, и все, на этом больше я их не носила. Да, и лежат также коробка пылесборник, и еще одни ботфорты, боже мой, сколько у меня сапог и сколько каблуков. Я их покупала в магазине Дайхман давно, в далеком 2009 году, вы представляете? Это натуральная кожа, и они от фирмы Catwalk, по-моему. Девочки из Германии точно знают, о чем я говорю. Да, и поскольку это натуральная кожа, это замша, они в таком еще замечательном состоянии, я бы сказала. И это такая темно-синяя кожа, очень удобная колодка, устойчивый каблук. Единственный момент, который мы придумали сами, я тогда еще дома, по-моему, жила, и когда я их себе купила, я была очень-очень рада и носила их постоянно. Они вот здесь вот идут, видите, вот такую вот шнуровочку. Главное, у этих сапог здесь были вот эти вот дырки, но они потом вот так вот отворачивались, и мне это не нравилось. И мы с мамой, точнее мама, придумала, и вот здесь вот сделала мне такую шнуровочку небольшую под цвет сапог, и они у меня не отворачивались и держались нормально на ноге. Они довольно широковатые, я их обувала с брюками. У меня были такие брюки в виде галифе. Я помню, еще на тот момент были очень модные с подтяжками галифе, как, знаете, те, которые занимаются конным спортом, я помню, их покупала в Заре, и обувала с этим вот такие вот бадфорты. Это смотрелось настолько круто и стильно. Я как раз тогда ходила в универ и собирала все глаза на себе. Да, смотрелось очень-очень круто, но и от таких классных сапог придется, придется избавляться, потому что я их не ношу и не носила уже очень много лет, и я знаю, что я их также не буду обувать. Хотя именно с этими сапогами у меня такие теплые воспоминания универа и того времени. Ну да, остается только на фотографиях смотреть на них. Покажу вам еще кроссовки, которые я также больше уже не ношу. И это кроссовки у меня фирмы Puma. Помните, вот такая вот подошва, и весь Инстаграм был в таких кроссовках. Это еще была коллаборация Puma и Rihanna, и там были очень такие пудро-розовые кроссовочки или такие бежевые кроссовочки. Смотрелось очень-очень классно. Я не могла тогда уже урвать ту коллаборацию, потому что это все был эксклюзив и limited edition. И я затем увидела вот эти, вот они мне тоже безумно понравились, вот с такими вот вставками. Здесь на носке кто-то из друзей у меня тогда еще пошутил, что я надела такие, знаете, рабочие ботинки, у которых и стали здесь вот это место, чтобы себе пальцы как-то не повредить. Но да, вот такие вот кроссовки. Стильные были когда-то, но сейчас я их больше не ношу. Наверное, покажу вам сейчас еще две пары обуви, и хватит на этом, потому что видео, мне кажется, получилось уже очень долгим и длинным. Пара обуви у меня еще вот в таком вот экземплярчике. Я показывала их вам уже даже во влоге, когда я была в положении с Вероникой. Мне они очень нравятся. У меня есть они точно такая же модель, только полностью черные лаковые. Их я еще себе оставила, потому что я их довольно клево представляю себе с какими-нибудь джинсами-бананами, такими джинсами-аладинами. Будет, наверное, очень круто смотреться. Такая модель, в принципе, сейчас до сих пор актуальна. Но вот как бы черных мне достаточно. А вот эти вот я решила от них также избавиться, поскольку я их не буду обувать и носить. Это я точно знаю уже наперед. Я их, по-моему, обувала, может быть, один единственный раз, но и то... А может быть, даже и не обувала. Посмотрите, здесь еще новая подошва. Да, я, скорее всего, обувала только те черные, а до этих даже у меня дело не доходило. Они, конечно, тоже не теплые, не спасут от морозов. Но вот так вот на какую-то осеннюю, довольно еще теплую погоду, так скажем, в кавычках, их вполне можно обуть. Но я им говорю уже о ревуар. Ну и последняя пара обуви на сегодня это вот такие... Ой... Это вот эти. Вот эти вот... Я даже не знаю, что это. Это не босоножки, это не ботильоны, это что-то между. У них открытая пятка, открытый, опять же, носок. Но я их также не буду носить. Я их ни разу не обула, поскольку я их также себе заказала, когда я узнала, что... Точнее, я их заказала до этого, а потом я узнала, что я в положении с Вероникой. Вы, если вы за мной следите, вы знаете, насколько мне было плохо. Я практически все время была дома и никуда не наряжалась, и уж точно не обувала себе каблуки, чтобы мне можно было быстрее бежать до определенного места. И вот эти вот башмачки пролежали у меня уже пару сезонов, и я их точно уже больше носить не буду, или лучше сказать, не буду носить. Не то, что больше, я их даже ни разу не обула. Они мне тогда на тот момент очень понравились. И, кстати, со скини-джинс они тоже очень классно смотрелись на тот момент, когда они были еще прямо на пике популярности. Вот эта вот пыльная роза, сам оттенок, в принципе, вот этот толстый, устойчивый каблук. Все смотрелось очень-очень классно. Но это уже, знаете, на такую довольно теплую весну и на лето. В принципе, летом их тоже очень классно можно было бы обуть. Да, на этом я буду заканчивать. У меня еще осталось пару обуви, но мне кажется, самый такой эксклюзив я вам показала. И остальная обувь уже, в принципе, не так важна. Я думаю, и видео получилось довольно длинным. Я надеюсь, что вы не будете обращать внимание на мой такой домашний вид. В принципе, даже толком не накрашено на голове, так же непонятно что. Но хотела вот как-то, знаете, по горячим следам, на своих эмоциях снять видео и показать вам это все. Буду надеяться, что вам понравилось это видео и повспоминать, может быть, свои какие-то образы или ту обувь, которую вы носили когда-то давно, обязательно советую пересмотреть всю свою обувь и вообще перебрать свой гардероб. И действительно с умом и рационально подойти к тем или иным вещам, которые, может быть, у вас лежат, пылятся, и вы не знаете, что с этим делать. Избавляться, избавляться без зазрения совести и не задумываться даже об этом, потому что это только, знаете, скапливается у вас здесь. Это никому не в пользу, как я считаю. Так что буду ждать ваших ответов, ваших комментариев, так же ваших лайков, если я должна снять видео на тему разбора гардероба. А у меня на этом все. Мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok